Неравнодушие, которое обернулось уголовным делом. Барнаульцы Евгения Амеличкина обвиняют в оскорблении Пристава. Эта история произошла летом прошлого года. Мужчина увидел, что у его соседки арестовывают машину. Евгений решил заступиться за одинокую мать и вообще уточнить, кем являются сотрудники, приехавшие на арест. По словам Амеличкина, Пристав, он же потерпевший, так и не показал ему удостоверения, хотя был в форме. Пристав, в свою очередь, утверждает, что Евгений оскорблял его. Да так, что теперь представителю власти горько и противно. Напомним, Пристав выступил против видеосъемки в суде. Мы можем лишь процитировать его. Я говорю, уважаемый, вы либо рот закройте, потому что вы сейчас наговорите себе на статью, либо покиньте место. Он не успокоился, материл меня по-всякому, оскорблял. Евгений Амеличкин утверждает, это все выдуманная история, чтобы отомстить за вмешательство. Женщина, из-за которой и произошел конфликт, одна воспитывает ребенка и на тот момент выплачивала долг умершей мамы. По ее словам, с каждой зарплаты с нее удерживали 50%. Однако женщина говорит, что приставам этого было мало, и они решили забрать машину, которая была оформлена в кредит. Вышел гражданин Амеличкин, не ошибаюсь фамилию. И, собственно, его заинтересовала, видимо, данная ситуация. Данный гражданин пытался отстоять, значит, не понимая, по-видимому, какие-то права гражданки Петровой. В суде потерпевший поделился, что долго переживал из-за оскорблений в своем адресе, даже плохо себя чувствовал. Кроме того, у него даже был испорчен отпуск из-за всей этой ситуации. Мужчина в форме испытывал нравственные страдания, за что попросил выплатить ему 20 тысяч рублей за моральный ущерб. В тот день пришлось даже вызывать подкрепление. Отметим, что отстоять машину все же удалось, а сам конфликт уже стал достоянием общественности. За несколько дней наш предыдущий сюжет набрал более полумиллиона просмотров и тысячи комментариев, большинство из которых на стороне подсудимого. Мы продолжим следить за этой темой и обязательно расскажем, чем закончится история о нравственных страданиях пристава. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком.